У агрария в районе сейчас самая жаркая пора. Каждая минута на счету, а потому и работает с раннего утра и до поздней ночи. Две недели назад большинство сельхозпредприятий района приступили к уборке зимовой чменя. Из-за дождей фермерам пришлось приостановить малую жатву. Но установившаяся в эти дни благоприятная погода позволила возобновить все полевые работы. Аграрии прикладывают максимум усилий, чтобы своевременно и с наименьшими потерями собрать выращенный урожай. По словам начальника управления сельского хозяйства, урожайность на ячмень, несмотря на погодные условия, в этом году высокая. «Кашкабльский район приступил к уборке урожая 2021 года. Как бы мы приступили к уборке зимого ячменя, значит числа где-то 20-21 июня, скажем так, в оптимальной сроке. Но из-за дождей, которые были последнюю неделю, наши труженики остановились и сегодня возобновили уборку урожая озимых колоссовых культур. На сегодняшний день, значит, району предстоит убрать всего более 16 тысяч гектаров озимого клина. Это почти 1700 гектаров озимого ячменя и более 14,5 тысячи гектаров озимой пшеницы. Кроме этого, значит, предстоит убрать нам 500 гектаров овса, сои. Значит, всего, мы скажем так, к уборке подлежит с яровыми культурами, где-то около 18 тысяч гектаров. К уборке подготовились фемеры, скажем так, на 100% готовность у них. И 94 единицы уборочной техники были подготовлены к уборке урожая. Кроме этого, значит, около 200 единиц это на перевозку зерна было подготовлено. Все склады, все таки для хранения зерна были подготовлены. На сегодняшний день, я думаю, без привлечения со стороны комбайна, то нагрузка на одного комбайна составляет около 200 гектаров. Я думаю, это приемлемо. И мы в таком случае, значит, если будут погодные условия сопутствовать нас, хорошие, благоприятные, то мы в течение где-то, скажем так, двух недель завершим полностью уборку урожая. Но все равно привлеченная техника у нас уже работает в районе. На сегодняшний день их около 10 единиц уже. Я думаю, еще будут привлекать, потому что из-за этих дождей что-то скопилась техника. И я думаю, в течение двух, десяти, четырнадцати дней, если, как бы, еще раз повторяюсь, будут благоприятные погодные условия, значит, мы завершим уборку урожая. Урожайность на сегодняшний день по Ичменю показывает 55 центнеров в среднем по району. На сегодняшний день по району уже было убрано 640 гектаров. И я думаю, урожайность Ичменя неплохая в этом году. Это больше, чем в прошлом году. Центнеров на пять, на шесть. И пшеница тоже, я думаю, покажет себя тоже с хорошей стороны. Виды неплохие. В весенний период, значит, наши фемеры проработали полностью по комплексу против болезней. Все необходимые мероприятия не проводили. Ну, я думаю, что результаты будут хорошие в этом году. Следует отметить, что ход уборочной кампании находится на особом контроле у руководства районной администрации. Так, 1 июля глава района Заур Хамирзов вместе с начальником управления сельского хозяйства Зауром Самоковым с рабочим визитом посетил фермерские хозяйства района. В ходе поездки Заур Хамирзов ознакомился с ходом работ по уборке Азимова Ичменя, обсудил проблемные вопросы, связанные с проведением уборочных работ, затронул вопросы реализации и хранения выращенной продукции, а также перспективы развития хозяйства. Участники рейда первым посетили поле Эдуарда Тутаришева. Хозяйство располагается на территории аула Хачимзи Дмитриевского сельского поселения. Фермер обрабатывает всего 550 гектаров пашни. Из них в этом году 50 гектаров занимает азимый ячмень, 250 – пшеница, остальная площадь отведена под подсолнечник. На молоте радует, отмечает руководитель КФХ. В среднем на круг получает по 50 центнеров зерна. В целом уборка здесь идет хорошо, техника справляется, у людей есть желание работать. Работа кипела с раннего утра и в хозяйстве индивидуального предпринимателя Александра Черненко в Игнатьевском сельском поселении. Гостей встретил сын фермера Иван Черненко. Он подробно рассказал нашей съемочной группе о ходе уборки в хозяйстве. В хозяйстве индивидуального предпринимателя главы КФХ Черненко Александра Ивановича находится 565 гектаров земли. Большая часть из них мы, как говорится, упайщиков арендуем. В основном каждый год засеваем половину пахотного клина. Это у нас идет зерновые культуры. Половину. В основном мы занимаемся выращиванием семечки кондитерской. Под ячмень в этом году мы отвели 45 гектаров земли. В основном это для того, чтобы удовлетворить требования и просьбы пайщиков в чайне, потому что они делают хозяйство и так далее. Также у нас около 230 гектаров пшеницы, если не ошибаюсь. Остальное у нас отведено под подсолнечник кондитерский. В принципе, хозяйство укомплектовано необходимой техникой в полном объеме. В этом году еще приобрели один комбайн дополнительно, чтобы убрать сроки, в частности, ячмень, потому что эта культура такая капризная к погоде. Проблем нет. Всю поддержку, которая нам необходима со стороны органов государственной власти, местного самоправления, администрации района, вообще только всегда двери открыты, и по любой просьбе нам никогда ничего не отказывать. В малой жатве принимают участие два комбайна. Уборочный комплекс работает слаженно. Сразу же после начала уборки производится противопожарная опашка поля. Здесь же находится цистерна с водой. В принципе, уборка ячменя только вчера в обед началась, и завтра, если даст бог погода, она завтра закончится, потому что для двух комбайнов с производительностью до 20 гектаров в день, это 45 гектаров, это вообще не вопрос. А урожай у нас составляет по предварительным подсчетам не так, как мы хотели, конечно, но в принципе неплохо, 50-55 сантиметров пока сейчас. Дальше мы еще пока уберем полностью поле, это же естественно, то нас взвесим и будем, естественно, знать четкую картину. Ну, в принципе, я считаю, что это неплохо. В этот день руководитель муниципалитета встретился и с индивидуальным предпринимателем, главой КФХ Зурабом Зеховым. В настоящее время в хозяйстве убирают семенной поле озимого ячменя. Уборка ячменя сегодня приступили, мы первый день, ячменя у нас площадь озимого ячменя 14 гектаров, семенной участок сорт луар, значит, кроме этого у нас 500 гектаров, 450 гектаров озимой пшеницы, яровой ячмень 40 гектаров и овес тоже яровой почти 50 гектаров у нас. Сейчас рапса 170 гектаров осталось и подсолнечника 200 гектаров. Ну, урожайность, ну, 50, может, чуть больше будет, мы только что зашли, он был сырой, ячмень. Я думаю, ну, может, в пределах 55-60 получим. Трудностей в уборке нет, но есть подгон, сорняк идет. Если быстро, оперативно не убрать, то будет сложности при уборке пшеницы. Да, из-за обильных дождей сорняка много. Техническое перевооружение – это одна из составляющих успешного выращивания сельхозпродукции. В хозяйстве в прошлом году и в текущем существенно обновился автопарк. Ну, в этом году мы купили два новых «Акроса», обновили комбайновый парк и в прошлом году МТЗ «Новый Беларусь» 950. Мы взяли и сейлку купили мы, шестиметровую, значит, техника-сервис в Воронеже выпускает. Культиваторы еще три штуки мы купили, междурядные, и сплошной культиватор тоже. Глава района отметил, что с таким серьезным подходом и любовью к своему делу аграрии района добьются высоких результатов. Подводя итоги рабочего визита, Заур Хамирзов подчеркнул, что уборочная кампания в районе проходит успешно с соблюдением оптимальных сроков и с наилучшими показателями.